Пейте дети молоко, будете здоровы! Теперь и дети деревни Андик могут насладиться свежим молочком местного производства. Бизнес-проект сельского предпринимателя Андрея Вотинова по открытию мини-фирмы получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. В рамках гранта молодой бизнесмен уже приобрел и доставил в деревню двух коров холомогорской породы, а также корма, доильный аппарат и необходимое оборудование. Как обживаются на новом месте буренки, выяснила наша съемочная группа. А все-таки отличается деревенское молочко от покупного. Впервые за 10 лет у жителей деревни Андик появилась возможность приобрести молочную продукцию собственного производства. В мае 2016 года бизнес-проект сельского предпринимателя по открытию мини-фирмы в деревне Андик получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. Сегодня подсобно-фермерское хозяйство деревни, которое организовал предприниматель Андрей Вотинов, ежедневно обеспечивает жителей 20-30 литрами молока в день. Ранее молочную продукцию сельчанам доставлялось исключительно из окружного центра. Для разведения поголовья крупного рогатого скота Андрей Вотинов вместе с братом и по совместительству напарником Сергеем Марковым приобрел и отремонтировал помещение вместительностью до четырех голов взрослых животных. В этом же помещении будет храниться корм, который заготавливается в период сенокосной кампании, которая сейчас в самом разгаре. В дальнейшем молодой бизнесмен планирует расширять производство. Выход предприятия на полную мощность повлечет создание новых рабочих мест для жителей Андига. В августе у нас сейчас будет строиться помещение более большое, порядка 50 квадратных метров, помещение коровника, чтобы зимой уже будет там содержаться. Это у нас так, летний вариант в принципе. Будем модульного типа делать. Будет большая голова, будем пристраиваться, будем дальше делать. Чаинка и цепь. Такие имена дали буренкам в Ненецкой агропромышленной компании, откуда их привезли чуть больше трех недель назад в Андиг. Сейчас буренки проходят адаптационный период и приносят всего 20-30 литров молока с двух доек. Поэтому новые хозяева предоставили им, прямо сказать, курортные условия. Вольготные выгулы, иногда за 8 километров от деревни, вкуснейшая, наисвежайшая травка и любящие трепетные отношения при дойке. Пригоняешь, когда корова, она должна отдохнуть немножко перед дойкой. Потом загоняешь, выдаешь сено. Мыть обязательно вымя, теплой мыльной водой. Потом еще нормальной водой промыть, соски обработать специальным вазелином, чтобы нормально доелось. Сдаиваешь перед этим, перед тем, как длинный аппарат наливать после этого, когда я не само происходит. Эти знания больше 10 лет назад Сергей получил в Нарьинмаре в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. По профессии он зоотехник. Как признается сам молодой человек, некоторые лекции пришлось вспоминать. Но в целом, как теоретические, так и практические навыки пригодились ему на новом поприще. И пусть сегодня обеспечить молоком получается не всех желающих, показатели радуют. Попадает молоко на стол андикчан благодаря специальному аппарату, который был закуплен на средства гранта. Но существуют и некоторые сложности по обретению всего необходимого для ведения сельскохозяйственной деятельности в условиях Крайнего Севера. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как работает аппарат. Да именно аппарат класс «Дуэшка» работает. Вакуумная установка создает вакуум. Это стаканы одеваются новыми, молокопровод по нему поступает молоко в бидонсом. Сам процесс происходит очень быстро. Работает 220 вольт. Но единственное, заказывать их только можно в России. У нас их не продают и не выпускают. Также при заказе таких аппаратов нужно думать, что заказывать запасные части какие-то к ним обязательно. Потому что если что-то сломается, то заказывать это время, это деньги. Занимает недели-две примерно. Если он сломается, то станет процесс. Это 5-5 вручную корову, тем более машинного доения. Также комбикорма тоже нужно заказывать. Остальные корма к ним. Соли специальные, чтобы они пили водой больше. С препаратами у нас проблемы здесь. Это уже как бы ветеринар один на два поселка. Хорошо, что женщина здесь живет. Работа ветеринара больше на нашей ферме. Помогает еще. После дойки молоко в обязательном порядке процеживается. И уже после этого разливается по личным емкостям покупателей. Делается это прямо перед покупателем, чтобы видеть, что молочко хорошее и чистое. По словам предпринимателей, продукцию хвалят. Говорят, что молоко жирное, простокваша получается хорошая. В основном продукция предназначена для реализации населения деревни. А это 180 человек. По словам главы муниципального образования Валентины Абакумовой, в перспективе ферма сможет обеспечить молоком собственного производства всех жителей Андиго, а также школу и детский сад.